Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжим разговор о святыне брака и коснемся такой грустной темы, как развод, как распад семьи, распад того Богом данного союза, про который сам Господь говорит, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Увы, распад брака – дело повсеместное. В современной России распадается свыше половины всех браков. Некоторые считают, что и второй, и третий брак – вещь вполне естественная. В то же время Церковь всегда говорит и настаивает на том, что идеалом является, конечно же, один и нерасторжимый брак, «Ибо браки совершаются на небесах». Развод – дело небогоугодное, страшное и греховное. Когда происходит развод, победителей нет, все побежденные. Был прекрасный сосуд, была прекрасная ваза, и вот она раскололась. Был брак, и вот его нет. Речь не идет просто и только о браке венчанном. Браке, в который вступили перед лицом церкви муж и жена. Церковный распад брака – это еще более страшная и тягостная вещь. Но даже если и не было церковного благословения, если люди пока еще к нему не пришли, но в то же время они были мужем и женой перед лицом общества и государства, скрепили взаимными подписями и согласием свой брак, то и это дело немаловажное. И если и такой брак распался, это тоже горько. Зададимся же вопросом, почему же брак расторгается? И ответом на него является только одно. Муж и жена не имели достаточной любви, достаточного желания сохранять свою любовь, не готовы были на подвиг крестоношения, не умели простить и пойти навстречу тому, кто рядом с тобой. Распад брака – есть оскудение любви. А когда любовь иссякает, то и на другого человека начинаешь смотреть иными глазами. Он опять становится для тебя чужим, другим. А не родным, не своим. Происходит это из-за того, что мужчина и женщина в современном обществе очень часто забывают о своем назначении. Велика роль мужчины в сохранении брака. Муж есть глава жены, как Христос есть глава церкви. Очень часто мы слышим слова о равноправии в браке, о том, что муж и жена вправе распоряжаться своим браком. В этих словах при всей их кажущейся правдоподобности есть глубокая ложь. Мы уже говорили, что как никакая другая религия церковь высоко учит о предназначении женщины, о ее миссии, о том, что даже спасены мы через Деву и Матерь, Пресвятую Богородицу. И в то же время, никогда в настоящем христианском браке женщина не должна посягать стать выше мужчины. А мужчина не должен робко и лениво отдавать свое право первенства и ответственности за святыню брака. Я позволю себе процитировать святителя Григория Богослова о том, что в браке муж. И разница в возрастах большая, не обязательно в этом отношении. Здесь должна быть глубочайшая степень ответственности, что муж в браке всегда является хранителем и в определенной степени воспитателем своей супруги. Видишь ли, что жена прикрасилась или подкрасилась, сотри, или у нее язык дерзкий, уцеломудри, или смех неблагопристойный, сделай скромным, или замечаешь неумеренность в издержках и в питье, ограничь, или неблаговременные выходы из дома, положи преграду, или рассеянный взор, исправь. Но не отсекай, не отлучай от себя поспешно, ибо неизвестно, кто подвергается опасности, отлучающий или отлучаемый, то есть муж или жена. Вот эта высочайшая миссия супруга, мужа, где она сейчас? Она, кажется, совершенно утеряна и даже вызывает недоумение. Однако в христианском учении супруг отвечает за внутренний мир своей супруги. Конечно же, как говорят психологи, развод является самым стрессовым после, может быть, убийства элементом, который разрушает, раскалывает человеческую личность, особенно когда в браке есть дети. Любой из людей, переживший развод своих родителей, однозначно скажет, что это нанесло ему огромный удар. Даже если папа после этого и приходит домой, и общается с детьми, но ребенок ложности, лицемерности такой позиции не может не чувствовать, ведь он хочет, чтобы мама и папа всегда были вместе. Церковь настаивает на том, что Бог сочетал человек, да не разлучает. Развод – дело противоестественное и греховное, и в то же время разводы повсеместны. Более того, в некоторых случаях Церковь принимает этот развод. Это не значит, что это норма. Некоторые говорят, а что нужно для того, чтобы развенчаться? Думая, что развенчаться – это совершить какой-то обряд, или получить какое-то свидетельство, или какое-то благословение священника. Но разве оно возможно? Разве возможен какой-то обряд развенчания, то есть отъема, снятия благодати? Разве возможно отмена благословения Божьего? Нет, невозможно. Развод церковный – это всего лишь констатация факта, свидетельство, что ваза разбита, что мир нарушен, что цельность разъединена. Сам Господь Иисус Христос говорит, что если кто разведется женой своей, разве греха прелюбодеяния, тот является сам прелюбодеем. Мы в этих словах находим, некоторые чувствуют какое-то некое допущение, разрешение все-таки развода из-за прелюбодейства. Но на самом деле Священное Писание здесь свидетельствует о том, что прелюбодейство – это не разовая измена, а это сознательное и открытое сожительство с другим человеком, глумление над браком, отмена того союза, который был, откровенное гнушение им. Только тогда муж дает разводную своей жене. Конечно, и жена в этом отношении имеет полное право дать разводную своему мужу в знак полностью сокрушенного таинства. Но если кто-то считает, что это просто такое нормальное право, тот глубоко ошибается. Это горькое и несчастное исключение из общего правила цельности брака. Мы не можем сейчас не перечислить тех поводов, которые с церковной точки зрения считаются достаточным основанием для свидетельства того, что брак рухнул. Я перечислю эти горькие основания, которые изложены в социальной концепции Русской Православной Церкви. Помимо открытого прелюбодейства, такими причинами являются отпадение супруга или супруги от православия, например, переход в какую-либо сектантскую организацию, сопровождающиеся проявлениями враждебности на религиозной почве, понуждением православных членов семьи к измене своей веры. К сожалению, такие случаи, особенно переходы в секту, когда совершаются в семье, дело у нас достаточно редко встречающееся. Противоестественные пороки, например, гомосексуальные связи. Церковь считает, что уличенный в таком откровенном попрании божественного закона супруг может получить разводную. Неспособность к брачному сожитию, но только в случае, если она, эта неспособность, наступила до вступления в брак или стала следствием намеренно нанесенного себе увечия. Это право, но не обязанность. Если была сокрыта изначально неспособность к брачному сожитию, это грех, это ложь, которую человек допустил уже в самом начале. Если он сам об этом не знал, то таких примеров огромное число, что хотя и бездетные, но благочестивые супруги жили долго и счастливо, усыновив детей и имея утешение в своей религиозной вере и в помощи ближним. Заболевание в древних канонах сказано проказой или сифилисом. Длительное, безвестное отсутствие супруга или супруги в срок 5 лет и более. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. Посягательство на жизнь или здоровье другого супруга либо детей. Снохачество, то есть блудное сожительство между отцом и женою сына. Сводничество, то есть содействие одного из супругов при любодеянии другого. То есть если ради какой-то корысти супруг готов продать в рабство, неважно какое, в том числе и сексуальное, свою жену и уговаривать ее это сделать. Жена имеет право тогда дать разводную. Неизлечимая тяжкая душевная болезнь, злонамеренное оставление одного супруга другим. Такие принципы члены собора 1917-18 года Поместного собора Российской Православной Церкви перечислили в качестве единственно возможных для расторжения брака. Архиерейский собор 2000 года дополнил этот перечень такими причинами, как первое заболевание с ПИДом, второе медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания, и третье совершение женой аборта при несогласии мужа. Вот эти три причины очень важны, которые были даны нам относительно недавно. Мы перечислили эти скорбные основания развода и будем молить Бога, чтобы ни одна из них не коснулась наших браков, не коснулась браков наших детей и внуков, чтобы цвел великий и Богом данный союз, про который говорит Святая Церковь. Тайна сия велика есть. Храни всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok